всем привет всем привет сегодня у нас последнее занятие практическое курсы до результата сегодня будем разбирать одного из наших участников и поговорим про внизу спектра продолжения может быть продробление рейнджа так напишите в чат как обычно как звук и картинка если все начинаем так совсем надолго рабочий стол отрублю connect саша так слышит алё да саш привет ага трансляция включи эту спрячь как окошко тени раскрою skype мой тоже конь припрячь это тоже убери он справа который висит он справа сверху верхнее окошко skype куда-нибудь за подзанычего так ребят напишите как там в чате в чат напишите как звук саша слышно все ок если да то я верну картинку так ничего саша скажу как у тебя дела в целом нормально то я все вижу что-то там плакался блоге как все плохо недодача зачем я родился на свет все оказалось так страшно нет я просто это с месяца получил может и на 30 35 боинов нет и дача потом отмазался еще не наверное уже да меня просто была передача и всю всю передачу съела и пошла в минус так тебя громко сашу тихо сейчас сделаю погромче сашу только мискликну по холода менеджера сделаю все так так должно быть погромче на максимум выкрутил так короче говоря насчет какая сегодня тема мы сегодня будем твои сначала дальше разбирать но может кит просто отмечены и поговорим в целом про неспекта продолжения посмотрим насколько хорошо ты их знаешь в среднем но то есть без подготовки то есть ты сам будешь озвучивать на занятии мы прикинем хорошо ли ты их понимаешь или нет но и плюс у тебя есть тоже возможность задать мне вопросы какие-то может которые еще остались по игре по теории по практике по своим там статам ошибкам и так далее так что запускай какую-нибудь закладочку не знаю репорт сделать я можно посмотреть раздачи или актив сэшн ты раздачки отмечаешь во время игры играешь ну вообще нет почему я знаю что знаю что надо пиши себе отмечать раздачи во время сессии что если ты их не отмечаешь ну как бы сейчас возникнут проблемы с тем чтобы после курса что-то делать потому что сейчас я вам рекомендую переходить в режим не оценки какой-то базовую и так что в целом все разобрали как бы уже разбирать нечего а вы просто ежедневно вот вы пишете отчеты я уверен что вам нужно продолжать писать отчеты и каждый день когда вы пишете отчеты когда вы играете вы в течение сессии отмечаете кита раздачи и ведете небольшой чек-лист ошибок своих которые вы допускаете во время сессии что они у вас во-первых старые будут возвращаться потому что не всегда вы их сразу устраните все это должно отслеживать чтобы не возвращались старые ошибки будут появляться какие-то новые которые может связаны с новыми концепциями может быть просто раньше вы на них внимание не обращали ну то есть как чек-лист можно составить то есть ну во-первых по памяти после сессии во-вторых когда ты просто отмечаешь раздачи потом ты их например перед занятием разбираешь или перед сессией разбираешь ли после сессии уже кому как удобнее ну соответственно ты можешь поменять какие-то раздачи и споты где ты сыграл не оптимально там конбет лишний поставил за чекфолдил или наоборот там про баррель да вадим доброе утро тебе тоже давай в общем значит тогда ну просто отфильтруй по не знаю там проигранным банкам можно так посмотреть если просто не отмечаешь короче говоря отмечать раздачи супер важно потому что но ты в любом случае сыграешь с ошибками не бывает такого что тебя в сессии не было сыграно раздачи с ошибкой либо даже если тебе ну то есть мы можешь принципе играть и без ошибок бывает и такое но все равно тебя будут какие-то граничные раздачи в которых ты не уверен как лучше сыграть как ну какая линия там будет оптимальный тебе их нужно выделять если ты как бы ничего не выделяю что скорее всего ты сейчас катишься в режим того что как бы ты ничего не делаешь потому что ты подумаешь так короче но всю базу я вроде разобрал при флоп сделал по словам сделал ну сейчас там задание что-то может быть доделал которые у меня там еще не доделано но следующий разбор через 200 тысяч раздачи ну мне вот так сказали я так и короче и буду делать ну и все ну вот я аж просто долгое время на хэнтоноуте играла там раздачу так не отметишь как фолдами но там разве нельзя отвинить раздачу просто чтобы ее разобрать потом по моему можно но это надо сессию открывать но там нет то есть там списка последних раздач в холдом менеджере то есть там надо в саму сессию лезть и в самой сессии уже отмечать понятно но у вас то есть холдом можно тогда с помощью холдом отмечать но опять же неважно это можно делать не сразу во время сессии то есть можно но даже тот же хэнтоноуте про него говорить на то есть удобнее это делать во время сессии что ты как бы сыграл и сразу можешь отметить но после сессии тоже эту не то запрещает открытие лист смотреть как ты себе отыграл можно раздать которые вызывали сомнения отметить их уже после сойти так можно тоже делать Так, ладно, давай смотреть, что там, ТУЗ-3, какой-нибудь, что там это у нас за сессия недавняя, ты отфильтровал по проверенным раздачам, да? Да, но это сегодня, а, ну вот тут, наверное, есть. Кликни ещё раз пару раз на Net1, чтобы он у тебя красненький вывел вверх. Ага, ну давай там, не знаю, какие-нибудь подряд, 5-7 раздач посмотрим. Так, что-то тут у нас СБ. Напоминаю те, кто у нас немного подопоздал, сегодня мы будем говорить про низый спектр продолжения, но, может быть, если будут какие-то подходящие споты, вспомним ещё про нарубление рейнджей, согласно последней теме нашего занятия. Ну, здесь я открываюсь, для кражи эквити скорее, против фишного кого-то парня. Да, против фиша. Ставлю с целью максимизации фуллдэквити за счёт фуллдэквити, здесь у нас хорошая рука в целом. Когда мы ставим для максимизации фуллдэквити, чего мы хотим добиться? Выбить часть рук оппонента. Каких рук? И плюс... Ну, допустим, здесь есть... Не-не-не, чёткое мне определение, давай. Это причина для ставки. Рук, которые имеют против нас определённое эквити. Нет. Как-то нет. Такие открываются у нас интересные факты к концу курса. Ну, у нас есть две причины для... Я ещё просто не проснулся. Ну, я понимаю, да, есть две причины для полуглюфовых ставок. Если мы говорим про максимизацию эквити за счёт фуллдэквити, то мы не выбиваем руки с живым эквити. Как если бы у нас была какая-то слабая готовая рука. Речь идёт о том, что мы хотим выбить руки равные нашей по силе, либо руки чуть сильнее. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!